Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Анастасия Лаврова. Смотрите сегодня. Большой спорт, большие деньги, подстава или преступление? За имущество горой? Кто напал на судебных приставов и раскусили нарушителя? Чиновник или бизнесмен? День полиции. Руководство регионального ОМВД уволило из органов сотрудника изолятора временного содержания. Сержант в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и насмерть сбил человека. Инцидент произошел в селе Сидельниково Омской области. После ДТП сотрудник полиции попытался оказать медицинскую помощь. Пострадавшему погрузил его в автомобиль и доставил его в местную районную больницу. Однако потерпевший скончался. Санкция статьи 264 предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. В Называевском районе перед судом предстанут трое местных жителей. Как следует из материала в дело, они жестоко избили своего друга. Когда изуродованный труп нашли в лесу, следователи даже предположили, что орудовал маньяк. Ведь человек с нормальной психикой не сможет так издеваться над другим человеком. Оказалось, может. Всему виной пресловутый алкоголь. Полиция неделю разыскивала пропавшего мужчину. Экспертиза трупа показала, убивали потерпевшего постепенно, при этом тело аккуратно обмотали полиэтиленом. На допросе один из приятелей погибшего раскололся. Затем мы поехали на славу, взяли целлофан. Расстелили здесь в целлофан, приехали обратно. Взяли его, замотали в целлофан. Кто заматывал, кто брал труп, переносил? Все вчетвером, кроме водителя. Гроза Называевского района. 18-летний Владимир по кличке Сатана на следственном эксперименте подробно рассказывает, как он и еще два его друга убивали навязчивого попутчика. В ту ночь молодые люди хорошо выпили и поехали колесить по окрестностям села. В машину сел их общий знакомый. И все бы ничего, только вот ребята вспомнили, что по закону шесть человек не могут ехать в одной легковушке. После множественных ударов навязчивого попутчика погрузили в багаж и вывезли в лес. А после вход пошел баллонный ключ. Пятна крови растекались по траве. Молодые люди нашли выход и из этой ситуации с помощью мешков, подобранных на свалке. Кроме этого, в ходе избиения двое из указанных граждан похитили личное имущество, потерпевшего стоимостью порядка 10 тысяч рублей. В настоящее время расследование уголовного дела закончено. Составляется обмитительное заключение. В ходе следствия некоторые из них изменили свою позицию, стараясь уменьшить свою вину. Но тем не менее, вина обвиняемых полностью в совершении преступления доказана. Им предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения и убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Как рассказали следователи, один из предполагаемых убийц, проснувшись утром после преступления, позвонил своему другу и спросил, правда ли, что они вчера лишили жизни человека или это был дурной сон. Накануне компания употребляла самогон 17 часов подряд. Друзьям грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. На заслуженного тренера России, руководителя спортивного клуба «Нокаут» Константина Сизова завели уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Сизов присваивал себе зарплату своих подчиненных, а именно трех тренеров и представителей обслуживающего персонала детской спортивной школы. Там Сизов работал директором. Речь о миллионе рублей. Сам спортсмен уверяет, что его подставили конкуренты. Напомню, воспитанник Константина Сизова – единственный в регионе заслуженный мастер спорта по кикбоксингу. Чемпион мира Европы и России Евгений Майер. А также мастер спорта международной категории, победительница Кубка мира и чемпионка России Рада Мацанен. И мастера спорта – победители Кубка мира Кирилл Попов и Владимир Нескородев. Дракой закончился визит судебных приставов в одну из квартир Омска. На защиту имущества, которое по решению суда подлежит аресту, встала супруга должника. Она так не хотела расставаться с бытовой техникой, что пустила в ход кулаки. Наш репортаж. Вот какого, извините меня, вы берете мое имущество, выносите его куда-то, отключаете из розетки? Это нормально? Потому что это имущество уже описано. Это имущество принадлежит мне? Это имущество описано. Вы документы не предоставили. Если бы вы предоставили документы, я бы даже не пробовала его. В тот момент, когда приставы с арестованным имуществом планировали покинуть квартиру должника, вдруг ворвалась женщина и стала кидаться на оператора из судебных приставов. Утихомирить гражданку с трудом смогли двое мужчин в форме. Однако к потасовке подключилась дочка дебоширки. Не ступай. Вышел отсюда? Я вышел. Так, не надо так разговаривать, пожалуйста. У вас вообще, вы... Это нормально? Вышел. Вам? Мало дали, что ли? Вышли отсюда все. Вот и сам виновник торжества. Валерий Синицын по решению суда признан виновным в избиении человека. Синицын подрался с соседом по даче из-за того, что тот якобы самовольно демонтировал его забор. Синицын должен возместить соседу 60 тысяч рублей морального ущерба. Но за пять месяцев на счет потерпевшего не упало ни копейки. Я не говорю, что я его бил. Я говорю, что я его один раз натолкнул и все, не более. У них, у всех лжепартипевших и лжесвидетелей, у них кругом разнятся показания. Судебным приставам все же удалось успокоить буйную семью. Два телевизора, микроволновая печь и чайник пойдут в счет погашения долга. Но и этого не хватит, чтобы покрыть 60 тысяч рублей. Поэтому в ближайшее время будет арестован автомобиль Синицына. А на его супругу и дочь составлены протоколы. За драку с судебными приставами семье Синицыных снова придется отвечать в суде. Сопротивление было оказано женой должника, где вынуждены были вызвать дополнительно на помощь. За неисполнение решения суда приставы также арестовали банковский счет Синицына и наложили запрет на выезд за пределы России. Пьяная женщина угнала автомобиль у таксиста. Инцидент произошел в районе остановки Южная. Пассажирка под градусом попросила шофера подвезти ее несколько остановок. Воспользовавшись тем, что водитель отлучился из машины на несколько минут и оставил ключи в замке зажигания, дама пересела на водительское место и нажала на газ. К счастью, никто не пострадал. Водитель угнанной «Тойоты» сразу же позвонил в полицию и сотрудники ДПС задержали автомобиль на улице Машиностроительная. От освидетельствования барышня отказалась. Как позже выяснилось, ранее женщина была лишена водительских прав за езду в пьяном виде. Незамедлительно после поступившей информации на территории был объявлен план перехват. По данному факту в отделе дознания отдела полиции номер 5 возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 166 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Следующее видео от нашего зрителя. Иван стал очевидцем того, как водитель «Лады» 12-й модели пытался объехать лужу по обочине на улице Кирова. И вот, что из этого вышло. Если вы стали очевидцем ЧП, аварии или драки, присылайте свое видео нам на почту. Автор самого интересного ролика получит от редакции деньги. Не забывайте в письме указывать свой номер контактного телефона. ГИБДД выяснила личность нарушителя. В жесте мы показывали видео нашей телезрительницы Юлии, которая стала очевидцем того, как водитель автомобиля «Тойота Ланд Крузер» припарковал свой внедорожник прямо на пешеходной зебре. Я даже не сомневалась, что номер А. Нарушитель бросил свой, возможно, служебный автомобиль прямо на пешеходной зебре. Машины с так называемыми красивыми номерами есть как у чиновников, так и у бизнесменов. Мы сделали запросы в ГИБДД. Нам интересно, кому принадлежит внедорожник. И вот, что нам ответили. Иномарка в собственности у физического лица. Его имя не называют, так как это является персональными данными. Между тем, в госавтоинспекции нам пояснили, что рулевой действительно нарушил ПДД. Административное законодательство предусматривает за это штраф в 1 тысячу рублей. На сегодня это все криминальные новости. Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя.